приветики мои прекрасные зрители меня зовут кафарина она и вы на моем канале youtube и сейчас я хочу поделиться с вами своим опытом того как у меня случилось апоплексия яичника это у меня в первый раз и выяснила я это случайно поэтому рассказываю чтобы мало ли кому-то из девчонок пригодится потому что заболевание серьезное и ну она может в конечном итоге привести к летальному исходу так вот на прошлый даже на позапрошлой неделе у меня начал тянуть низ живота и я подумал о том что ну я сейчас не работаю и мне бы сходить гинекологу я там не было с апреля месяца три месяца и надо посмотреть что там животом потому что последние два цикла у меня к сожалению были задержки на 14 и на 11 дней с чем это связано я понятия не имею но в общем решила как-то провериться запись в емиасе было только примерно через неделю чуть меньше в общем на четверг на последний и я естественно записалась ходила гинекологу в четверг рассказала что вот тянет же низ живота не могу понять почему живот еще вдобавок такой каменный и как бы доктор посмотрите меня нужно что-то делать гинеколог меня посмотрела в кресле сказала что ну мазок я взяла он будет через 10 дней но знаешь дорогая надо бы тебе сходить на всякий случай на узи потому что может быть я не все вижу и записала меня на пятницу на следующий день на узи значит ночью с четверга на пятницу у меня случилось прямо где-то в час ночи резкая боль внизу живота меня прям скрючила пополам и я прям лежала на кровати и плакала и думала что я умираю вот в какой-то момент я поняла что нужно съесть какую-то таблетку разогнулась и пошла в ночную аптеку потому что таблеток дома у меня никакой ножпы ни цитрамона ничего не оказалось к сожалению и я пошла в ночную аптеку вот пришла в аптеку фармацевт посоветовал при таких симптомах ножку я ее тут же выпила в ночи и поковыляла обратно домой значит ночью у меня боль начала стихать и вот от супер резкой такой боли что я до аптеки туда дошла еле-еле в полусогнутом состоянии а обратно я уже немножечко разогнулась ну не знаю почему я подозревала что видим у меня в кишках какой-то спазм и доковыляла домой и легла спать и где-то к пяти к шести утра боль стихла вот это вот резкая и начался опять начал тянуть низ живота утра я пошла на узи как и рекомендовала мне гинеколог меня значит посмотрела узистка и ее диагноз был точно такой же она сказала ну по гинекологической части я не вижу никаких проблем это видимо кишечник но идите к гинекологу пусть она посмотрит значит результат узи я тут же записываюсь гинекологу и о счастье мне повезло что я в этот же день прямо через час смогла записаться гинекологу я походила кругами по вокруг поликлиники вокруг жесткой консультации и пришла гинекологу она еще раз посмотрела на меня уже другая женщина не так которая была накануне посмотрела назначить на меня и говорит ну видите даже узист говорит что с вами все в порядке это все кишки поэтому значит вам нужно записаться к хирургу это уже по его части с нашей стороны в из гинекологической проблем нет вот вам значит заключение идите к хирургу и я записалась еще на через час к хирургу думаю блин вот это мне повезло но при этом были мысли что блин может на следующую неделю записаться или вообще там на понедельник на вторник потом думаю ну нет схожу к я подумаю что с кишками делать наверное мне выпишут таблеточку какую-нибудь чтоб я сходила в туалет и пардон за подробности попукала и все значит у меня будет хорошо женская консультация и хирург они находятся в разных концах района поэтому мне предстояло дойти до дома и потом либо пешком либо сесть машину и доехать уже до хирурга я думаю ну я щас быстренько поем сделаю себе я шинку и поеду к хирургу но не тут то было я поставила яичницу на стол и понимаю что времени не на стол на плиту жарится и понимаю а я-то уже не успеваю хирургу и у меня дилемма либо съесть яичницу и забить на хирурга перезаписаться там на какой-то другой день но ближайшая запись была уже все там тоже через несколько дней думаю нет не пойдет вот и я оставив яичницу на столе думаю сейчас я быстренько съезжу на машине к хирургу и значит меня посмотрят выпишут супер таблетки и я пойду домой и я быстренько сажусь машину остается 200 12 минут до записи я поехала к хирургу хирург задержкой принимал видимо там были серьезные какие-то пациенты что произошла задержка и задержал меня где-то там на 40 минут на час прием я думаю блин доела бы уже яичницу вот короче прихожу я к хирургу он там был молодой парень наверно мой ровесник и с ним интерн пришла я значит на осмотр он говорит вот пожалуйста садитесь ложитесь на кушетку приспускайте штаны надо еще сказать что когда мне говорят приспускайте штаны мне кажется что это попахивает каким-то порнофильмом какой-то гомосятиной и вот почему бы не сказать просто снимите пожалуйста ваш низ как говорят гинекологи и просто проходите вот я разделась хирург значит потыкал пальчиком в мой живот интерн такой издалека на это все посмотрел и значит говорит ну одевайтесь я сейчас вам расскажу и говорит что у меня что-то там с кишечником надо какая-то болячка я уж не помню но это не суть важно и говорит но давайте я вам вызову скорую чтобы вас в стационаре а то есть в больнице посмотрели еще раз и второе мнение сложили и и значит перепроверили на более серьезном оборудовании я говорю ну конечно давайте по я вызывайте скорую что что же делать значит он вызывают скорую я сижу в больнице в больнице в поликлинике и жду приезда скорой и он такой как только приехала скорая там молоденькая девушка зашла она значит проходите еще раз будем записываться и она значит какие-то заполняет в компьютере в своем планшете какие-то поля пункта что-то у меня спрашивает и говорит ну будем госпитализироваться я говорю ну хорошо что же делать ну и девушка значит заполняет в планшете какие-то поляга задает мне какие-то вопросы и говорят ну будем госпитализироваться я говорю хорошо а можно в боткинскую потому что боткинская недалеко от моего дома и вот мне было бы очень хотелось туда она горит но это что попадется мы на это никак повлиять не можем его ну ладно будем держать кулачки и я у нее спрашиваю а можно я в не в карете скорой помощи поеду а на своей машине она меня тут рядом стоит за вами поеду и поставлю ее рядом чтобы мне потом удобно было ехать домой она горит нет значит мы забираем только в карете везем вас но вы можете взять свои вещи огур слушать у меня остался один процент на телефоне поэтому можно я хотя бы схожу в машину за зарядкой она горит да у вас есть 15 минут вы можете взять все что вам нужно вот я значит выхожу и она задает мне странный вопрос горит ну вы настроены на госпитализацию вы же вернетесь вы же не убежите говорю ну конечно я не убегу и раз вы говорите что нужна госпитализация значит нужно госпитализация и в голове я понимаю что ну как бы это странно не звучало ее вопрос но видимо были прецеденты были случаи когда люди такие я пойду за вещами и сбегали и вот я говорю конечно я вернусь в общем я сходила в машину забрала шнурок от телефона потому что мне оставался один процент и значит жду что они скажут потому что нужно же потом как-то зарядить телефон и позвонить родным там мало ли что со мной происходит хотя по физическому состоянию мне было абсолютно нормально и ничего у меня такого не болело я могла прям спокойно передвигаться ну так тянет не живота как при овуляции там при начале месячных но не критично я спокойно хожу значит девушка меня выводят и сажает в карету скорой помощи что было дальше я расскажу в следующем видео потому что читана уже на 10 минут и я боюсь что будет много недосмотров и супер длинное видео вы там будьте сложно это воспринимать